Скорая помощь Сергиевского района Алла Митяева спешит к своим пациентам. У нее их почти тысяча. Это жители села Орлянка, еще двух сел поблизости. Чтобы добраться быстрее, Алла Александровна даже получила водительские права. А теперь еще в ее распоряжении новый автомобиль, который предоставили по программе транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, которую и инициировал глава региона Дмитрий Азаров. И работает теперь Алла Митяева в новом фельдшерско-акушерском пункте. Раньше в Орлянке работал только временный пост. В старом помещении не было воды, кроме того, комнаты плохо отапливались. Теперь в новом здании не только просторные помещения, но и все необходимое оборудование. Нам прекрасный кардиограф был предоставлен в подарок. У меня не было вспомогательных аппаратов по измерению, допустим, сахара, крови, гемоглобина, холестерина. Сейчас это я все получила. Также аппарат измерения внутриглазного давления у нас тоже этого не было. Сейчас у меня все это есть. Строительство ФАПа стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом. Согласно поручениям, прозвучавшим в послании президента Федеральному собранию 15 января, в этом году в стране должна заработать сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления, и сходу сопровождать людей, спроваживать людей в райцентр. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям. В прошлом году в Самарской области появилось 14 ФАПов, в том числе в отдаленных районах. Строительство, ремонт и оснащение взял под контроль губернатор Дмитрий Азаров. Мы в этом году многое сделали в рамках реализации нацпроектов. Это и строительство новых ФАПов, и больницы, и поликлиник, дооборудование региональных и первичных сердечно-сосудистых центров. Огромное внимание вопросам онкологии. Но первичное звено, конечно, там, где помощь дополнительная государству нужна. И она есть, президент об этом сказал. Значительные средства, еще раз подчеркну, на период действия проекта 550 миллиардов рублей выделяется региону. В этом году по нацпроекту здравоохранения откроют 23 ФАПа и 3 офиса врачей общей практики. Лариса Шлафаст, События.